Своей, не так давно купленной ласточкой, Анна, к сожалению, только любуется. Многодетная мать не может ни развести детей в садик, ни съездить в магазин за продуктами. И дело совсем не в поломке авто. Причина совсем иная. 4 декабря этого года мы пришли в автоломбард на лесной, чтобы приобрести автомобиль Chevrolet Spark. Он нам по всем параметрам подошел. Но сотрудники автоломбарда не уведомили нас, что машина находится в обременении на регистрационные действия. Все оформили, деньги забрали. Мы поехали оформлять машину только через неделю, по семейным обстоятельствам. В пятницу, 11 декабря, мы приехали в ГАИ, где сотрудник нам сказал, что машина находится в двух обременениях на регистрационные действия. Шокированная покупательница вновь обратилась в автоломбард, где купила долгожданный автомобиль. Там девушки обещали во всем разобраться. Они нам сказали, обещали, что все будет хорошо. Пожалуйста, не переживайте. В течение двух дней мы этот вопрос решим с хозяином. Однако обещание помочь осталось только на словах, уберяет обманутая покупательница. После этого ей пришлось обратиться к юристу. На что они нам сказали. Машину вы у нас не покупали, деньги вы нам не передавали. Мы здесь третье лицо в этой ситуации. Пишите жалобы президенту. До свидания. Срок генеральной доверенности истекает 3 января. Переоформить машину на себя мы не можем, потому что стоит запрет. Хозяин машины в любой момент после этого может прийти и сказать, что это моя машина. Отдавайте мне ее обратно. Девушка в полной расселенности и пока не знает, как ей быть. Сейчас она хочет, чтобы ей просто вернули деньги за машину. А это 135 тысяч рублей. Мы отправились за комментариями в данный автоломбард. Мы этот автомобиль не покупали. Он к нам был поставлен просто на продажу. В тот день, когда мы продавали автомобиль, мы им показали все документы. Составили договор купли-продажи. Но на обременение мы в этот день ее проверить не смогли, так как не работала база в ГИБДД. Да, после того, как они съездили в ГАИ, не смогли ее поставить на учет, они пришли к нам. И мы им обещали в этом деле разобраться. Что мы, собственно, и сделали. Созвонили с хозяином. Он сказал, что все долги у судебных выставок у них оплачены. Директор автоломбарда показывает нам переписку с бывшим владельцем злосчастного автомобиля. Тот, в свою очередь, некий Марк Баракин, обещает разрешить ситуацию. Однако на связь не выходит ни с ним, ни с покупателями. Свою невиновность Иван доказывает нам еще и договором, подписанным ранее тремя сторонами. Здесь просто получилась ситуация на доверии. Да, мы поверили господину Марку, что автомобиль не обременен. Потому что, согласно договору, он несет ответственность за обременение в ГИБДД. Даже вот четвертый пункт нашего договора о том угласит, что продавец гарантирует, что автомобиль не обременен никакими органами. Ну, получается, он обманул. Так, получается? Получается, он не то, что обманул. Бывает такое, даже то, что человек не знает. Потому что судебные приставы, они не докладывают то, что мы поставили ваш автомобиль на обременение. А то, что не уходит на связь, здесь можно думать все, что угодно. В данной ситуации Иван встает на сторону Казанцевых, то есть покупателей, и советует им действовать как можно скорее. Первое, мы можем посоветовать сходить, все-таки найти этого гражданина в Бараке, не договориться с ним. Второе, да, можно написать заявление в суд. Пожалуйста, мы сходим, выступим как свидетели по этому делу. Скажем, что на самом деле они купили автомобиль, чтобы гражданин Баракин вернул деньги. Мы тоже попробовали позвонить продавцу авто, Марку Баракину. Диалог получился, но весьма короткий. У меня нет долгов никаких. И вам отвечать больше на вопрос я не буду. Это гражданские правовые отношения между мной и остальными. У героини нашего сюжета два выхода. Попытаться договориться с господином Баракином, либо же обращаться в суд. Ну а впредь совет нашим телезрителям. Если вы собираетесь что-то приобрести, внимательно изучайте договора, тщательно все перепроверяйте и смотрите, что подписываете. В наше время верить на слово не стоит. Айгуль Леблонская, Евгений Лазаев, Максим Липин. Новости НТР.